добро пожаловать мы в прямом эфире хорошо и дорогие преданные друзья я очень ценю что вы здесь с нами и мы собираемся сказать несколько слов но также мы хотим чтобы у нас были слушатели и сегодня мы хотим вам представить немного руководства народа муни к ведов ясу и руководство ведов ясы для каждого в этом мире и он транслирует знания вед и умозаключения этих знаний милости народа муни нам становится ясно что является умозаключением огромных ведических писаний огромнейшей библиотеки книг знаний вед и все что мы знаем мы знаем по милости наших учителей которые представляют продолжение этой длинной линии от ведов ясы как ведов ясо представил этому миру любовь к господу кришна прему вечность и радость и наши великие учителя ом вишнупад шрилабхати сундар гавинда дэв госвами махарач ом вишнупад шрилабхати ракшак шидхар дэв госвами махарач и шрила эси бхактивиданта с вами прабхупада и наш дедушка учитель наш гуру нашего гура шрилабхати садханти сарасвати тхакуру и линия великих душ которые представили нам учение ведов ясо так как оно было дано и распределено с тем фокусом который ему уделил шри читания махапрабу шри читания махапрабу пришел 500 лет назад для того чтобы указать нам на шимат бхагаватам шимат бхагаватам это зрелый плод ведических писаний шимат бхагаватам появилась после того как ведовья составил все ведические писания и затем после этого он чувствовал неудовлетворение и пришел его гуру и он задал вопрос своему гуру почему я чувствую это неудовлетворение ну на самом деле его гуру уже знал что происходит у него сердце что там неудовлетворенность и он пришел к нему чтобы дать ему руководство и мы находимся в мире и является ли этот мир индийским который мы обычно называем востоком восточным миром или на западе это страны которые находятся на севере либо северо-западе от индии и считается что это остальной мир или западный мир какой бы части мира мы не находились у нас есть какое-то водное знание понимание вид книг знаний и так или иначе йога распространилась по всему миру и люди ценят ее и они знают что йога пришла из индии из гималаев там где видов я составил веды на санскрите на древнем языке который полон который очень богатый его сложно понять его сложно изучать сложно быть мастером в науки санскрита но великие учителя и мудрецы тысячи и тысячи лет назад они писали и общались на санскрите и наш гору махарадж и лошадар махарадж он также умел и писать и общаться на санскрите но совсем немного людей могли понимать его и люди знают об этих писаниях древних писаниях о том что там жили очень мудрые люди и люди берут что-то из этих писаний мы можем подумать о карме ом реинкарнации об этих идеях которые пришли из ведических писаний не только идеях описания науки жизни и на данный момент пхагавадгита она тоже известна во всем мире в разных своих переводах и конечно в особенности это пхагавадгита как она есть швила прабхупада и пхагавадгита скрытое сокровище сладкого абсолюта шрила шидхара махараджа и они дают послание пхагавадгиты так как оно есть и дают также то что находится между строк то что глубже и это дается как шила прабхупада и так и шила шидхара махараджа шила шидхара махараджа в издании пхагавадгиты скрытое сокровище сладкого абсолюта и эти книги известны миру и мы даем знания из них в беседах с публикой особенно в йога студиях мы знаем что люди там знакомы с такими терминами как карма йога гьяна йога и с другими видами йоги которые даны в пхагавадгите и в ведах и мы действительно знаем людей которые в целом слышали абхакти йоги но что такое абхакти йога и действительно что такое карма йога саньяса йога и другие виды йоги и в мире у нас очень ограничена идея об этом но в целом идеалом всех йог является улучшать себя быть благочестивым а не благочестивым быть бескорыстным быть богатым сердцем и это все дано разными видами йоги практик и рекомендации о том как практиковать включая информацию о правильном питании чистоте и о других вещах но в целом в этом мире мы мотивированы материей и в целом мы навостряем наши ушки когда мы обнаруживаем какой-то способ улучшить свою жизнь с материальной точки зрения с помощью богатства славы красоты с помощью семьи и другими разными видами знаниями и разными аспектами процветания в этом мире материи и часто перед публикой вешать морковку чтобы привлечь ее чтобы люди отказались от мяса стали вегетарианцами чтобы они сделали свой несфокусированным сфокусированным устойчивым умом как хришна говорит в известной абхагавадгите о которой мы только что упомянули если ум не под контролем как мы можем стать счастливыми если ум колеблется то это естественно что не будет нигде мира и покоя таким образом в целом каким образом улучшить жизни нам даны эти знания через знания через йогу и ведовьяса скомпилировала составил все веды и несколько слов сегодня на самом деле это разные источники но и сегодня я прочту несколько слов в швилаговинды махараджа и как всегда мы хотим вам представить их слова слова наших учителей настолько прямым образом насколько это возможно потому что они дают очень ясные концепции они передают эти истины через свои слова швилаговинда махарадж и ашидар махарадж и шрила прапхупат они всегда очень аккуратно подбирали слова которые используют и они всегда подбирали верные слова и мы знаем что швилаговинда махарадж мог спросить задать вопрос в чем разница между словами которые выглядят очень похожими надо подумать о примере возможно маленький крошечный я не знаю в чем разница между маленьким и крошечным ладно это достаточно легко понять но какие-то слова которые очень похожи мы думаем о это вроде бы одно и то же но затем город говорил как это может быть одним и тем же почему тогда существует два слова и таким образом они хотят знать в чем смысл как в чем значение какая разница между чем-то большим огромным громадным что-то вроде этого на самом деле большой громадный и огромный вроде бы одно и то же но есть разные интерпретации и гурюдев всегда хотел подобрать верное слово которое имеет верный смысл верное выражение любом случае ведов яс составил все веды и ведов ясо я собираюсь вам прощать отрывок потому что шилагурадев все выражает очень простым способом который мы поймем потому что у него есть знание в этом шилагурадев шилаговинда махарадж говорит в нем ведов ясо хотел кратко изложить основные и самые важные положения ведической литературы веданта даршан написан очень короткими сутрами или кодами но сколько света и сколько знаний в каждой из них ведов ясо составил веданта даршан чтобы его сутрах дать людям все но там но там оказалось сконцентрировано столько знаний что порой трудно верно понять их смысл это под силу очень лишь очень подготовленным людям для обычных людей остается неясным сейчас тому же существует множество ложных толкований веданта даршана которые утверждают то чего ведов ясо и в мыслях не было эти ложные толкования порождают путаницу и множество ошибочных теорий ведущих к май философии иллюзорности и настика вади атеизм и так я хочу немножко пропустить это в ясо думал что он сюда а потом он подумал гавиндам ахараш говорит об этом я дал людям столько знаний чтобы вызволить их из истемницы обусловленности я столько сделал для их блага отчего же в сердце моем нет покоя отчего меня не оставляют сомнения не пойму что же я упустил ищи лагарин амхараш говорит пока ведов ясо предавался раздумья к нему по воле господа кришны пришел его духовный учитель на рада госвами ведов ясо очень обрадовался гуру дэву принял его со всеми подобающими почестями а затем спросил учитель скажи от чего и не огложит недовольство собой тебе известно все это знаешь в чем причина моей печали прошу поведая не далее на рада муне говорит да я могу объяснить все именно за этим я к тебе и пришел далее хорошо я собирался пропустить немного но это настолько актуально для нас и поэтому я просто буду читать как оно есть далее на рада госвами принялся отчитывать ученика все дело в том что ты дал обусловленным душам не все знания и далее очень известная цитата которую мы слышали от гуру махараджа гуру дэва и шима от бхагаватам джугупситам дхармакрите нушасатаха свабхава рактасыя махан вятик храмаха яд вакхи то дхарма итти тара стхи то на манья те тасья ниваранан жаннаха вот цитата джугупситам дхармакрите нушасатаха и здесь гурадев дает объяснение этой цитаты из своего рассказа о религии ты сделал кичури в индии кичури люди знают что это когда вы готовите рис овощи дал все в одном горшке и все это смешивается это не отдельные блюда когда там вкус одного овоща другого дала рис все смешано и гурадев объясняет из своего рассказа о религии ты сделал кичури куда чего только не намешал обусловленным душам твое блюдо простите обусловленным душам твое блюдо конечно же придется по вкусу и они с удовольствием его съедят но для тех кто хочет вырваться из материального мира выход отсюда так и останется загадкой поиски пути в духовный мир не принесут им ничего кроме разочарования обусловленные души очень деятельно им важно знать какой путь для них наилучший и какой должна быть их конечная цель следовать ли им путем карма йоги йоги действия или выбрать гьяна йогу путь знания или аштанга йогу путь медитации а может карма миша бхакти путь преданности смешано с деятельностью или гьяна миша бхакти путь преданности смешано сознанием у тебя все эти вопросы он спрашивает у тебя нет ясного ответа на эти вопросы какое представление о боге стало бы исчерпывающим представление о брахмане безличном абсолюте или а параматме высшей душе или обхагаване верховной личности господа ты не дал этому ясного объяснения как и не рассказал о том кто такой всевышний чтобы твой труд был должным образом завершён и принес обусловленным душам настоящее благо тебе необходимо все это прояснить и и этот отрывок пришел мне в голову потому что вчера мы общались с умными хорошими людьми у которых есть какое-то понимание карма йоги какие-то идеи из разных писаний которые они прочли или учителей которых они слушали о ведах но у них не было особого понимания в чем цель нашей жизни что мы делаем куда лучше направить свою энергию и это здесь есть интересное объяснение грудева форма кичри чуть-чуть того чуть-чуть того все это смешано знания упражнения чтения пранаяма но без настоящей цели очень невкусно но именно этот отрывок о об играх видов я сына рада муми грудев его объясняет в этом случае объясняет нам что да в целом есть так много разных вещей которые даны нам ведах и мы их ценим но в чем умозаключение к чему нас ведут веды они так что мы взялись чуть-чуть здесь и чуть там все это смешали продолжая кушать радостно как это бывает когда мы делаем какие-то практики еда мы чувствуем себя лучше чувствуем удовлетворение но удовлетворение для чего в каком направлении хорея кришна хорошо я хочу прочесть немножечко дальше потому что это очень важно для всех нас гурдев далее продолжает голосом на рада муни из цитаты которую мы только что вам дали но рада муни говорит и свяда в ясам и говорит обусловленные души не знают что величайшее благо принесет им служение и посвящение себя богу они знают только эксплуатацию сталкиваясь с отрицательными последствиями эксплуатации они ищут выход в отрешение от мира но там они теряют все ибо в безличном освобождении джи вам не найти счастья только в мире служения и посвящение себя господу все существует безупречной гармонии с истинной природой джиев душ только в мире служения и посвящение себя господу все существует безупречной гармонии с истинной природой джиев душ но об этом ты ничего им не рассказал итак это продолжение объяснения и разговор на рада муни с видов я сам но именно это является фундаментом основанием того как появилась проявилась в этом мире шумат бхагаватам потому что на рада муни пришел и видов ясу ты знаток вид ты их представил ты мастер знаний лет и поэтому именно ты сам должен дать это заключение рассказать об этом миру населению каждому потому что если кто-то другой расскажет об этом позже то тогда люди скажут а это интерпретация той идеи но ты признанный мастер вед знания именно ты должен дать это знание это заключение о том чтобы акте посвящение себя господу именно это высшая цель именно к этому должны стремиться все души и дживы чтобы обрести полное удовлетворение и гармонию в жизни и существование и это источник шумат бхагаватам как шумат бхагаватам зрелый плод бед появился и именно этот шумат бхагаватам именно на него обратил наше внимание ши читания махапрабху который увидел что все были очень материально мотивированы да они совершали множество благочестивых действий и пели мантры но они все это делали ради материальных достижений чтобы отправиться на разные планеты получить что-то в мире материи но они упустили момент в целом население земли упустила момент они изучили только часть ветра стараясь быть благочестивыми но они не обратили внимание на заключение и махапрабху привлек внимание к заключению вет и это шумат бхагаватам это преданность господу личности личности красоты очарования и сладости шри кришне источника всего и поступая так жизнь всех живых существ а будучи людьми мы можем изменить причину нашего путешествия если у нас будет хорошее руководство хорошее общение и таким образом высшая цель всей жизни это прийти на план любви господа и каким образом это можно сделать это можно сделать прославляя шри кришну его игры его формы его имена все что связано с ним и в особенности в эту эпоху повторение святых имен господа и да есть кичри есть все вся эта смесь из того что люди знают они знают послание вет послание санскрита и в целом людям нравится просто брать какие-то кусочки отовсюду и искать какое-то материальное процветание в этом но если взять все в целом то цель всех вет это помочь нам выйти за границу мира эксплуатации где мы все пытаемся получить что-то для себя в том числе какое-то счастье для себя используя такие разные средства но заключение знаний данных видов ясой это то что мы должны быть бескорыстными мы должны посвятить себя и дать нашу энергию ради чего ради любви господа и когда мы начнем совершать прогресс на этом пути то это любовь начнет пробуждаться в нашем сердце когда сердце начнет очищаться и тогда автоматически мы входим в состояние притяжения как например два магнита когда они далеко друг от друга тогда возможно один магнит знает что он должен притягиваться к другому но в какой-то определенный момент это притяжение между двумя магнитами между маленьким и более большим сработает и более маленький будет привлечен произойдет притяжение к более большому и это притяжение это привлекательность это сладость красота очарования такришна прямо любовь к господу что-то что мы не можем сравнить с любовью в этом материальном мире и этого есть некая некие теневое определение каким образом мы можем утонуть в любви и притяжение и это личность господа шри кришна прекрасная реальность и так это веды если мы можем оценить любую часть того что было нам дано на санскрите индийскими древними писаниями ведами тогда мы можем прийти к заключение которое было дано ведавьясы бхакти йога преданное служение основанное на воспевании святых имен на прославление господа на постоянном памятовании его на том чтобы быть бескорыстным по отношению господу его агентом это бескорыстие это красивое слово которое полным образом представлено в обители кришны и кришна сам выбирает с кем он хочет быть самыми сладкими преданными которые чисты сердца которые не пытаются эксплуатировать его создания пытаются дать все этому созданию и господу который создал это все преданность бхакти йога это наполнение гармонии каждого это заключение ведавьясы это заключение ши чита не махапрабу это заключение всех самых великих мудрецов и мыслителей с ясным видением который находится в поисках реальности прекрасной реальности и это высшая цель и снова джай нашим замечательным учителям которые делятся с нами этой истиной и под стараться сделать так чтобы мы беспокоились об этом об этой возможности чтобы у нас было руководство совершенное руководство и совершенная цель а мы несовершенны и мы стараемся следовать этой цели этим стандартным сделать нашу жизнь успешной и везде страница за страницей в писаниях в учении наших учителей мы везде находим любовь сладость гармонию давайте постараемся в этой жизни для той жизни но в этой жизни постараемся направить наш путь в этом направлении и всей нашей линии учителей великих душ которые дали нам это сокровище бхакте йоги в таком практическом виде для каждого из нас по всему миру воспевать харе кришна и быть счастливым и больше деталей больше советов чтобы мы следовали страница за страницей день за днем харе кришна нитай гор премаранди харе харе бхо премаранди харе кришна чатанья правунитянанда си адвета га радхара сивасади гаурабхата бринда